Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о божественности русского языка. Дело в том, что на территории России найдено семь видов письменности, вернее официально шесть видов письменности, а седьмой вид письменности это всесвятная грамота Абрама Шубина, которую ему дали в свое время, когда он выступал по линии общества знания в разные глухие места. Две женщины дали ему святную грамоту, которую он озвучил, ну и которую, естественно, наши академические круги не приняли, потому что в ней в общем-то было 147 букв, в отличие от нашего языка, в котором 33 всего буквы. Ну а по исследованию известного нашего языковета Гореневича, в общем-то в мире всего встречается 151 знак. Но это близко 147. Так вот, за годы советской власти, вот сразу же после революции у нас прошло четыре реформы русского языка. И первая вот реформа, она выбросила 108 букв, которые были связаны с именами богов. 108 букв, буква и боги, они в принципе-то звучат одинаково, практически один корень. То есть буква в действительности была богом, потому что бог изображался символом. Это было торжественное письмо. Вот эти 108 букв, это было торжественное письмо, которое сохранилось до сих пор и в египетском языке, и в тибетском языке. Ну понятно, что у древних православных тоже было торжественное письмо, выкинутое из нашего обихода. И вот это вот торжественное письмо, это есть не что иное, как Деванагария. Что значит Деванагария? Ну это да, с одной стороны это письменность, но с другой стороны это язык. Потому что все, что написано на Деванагарии, на божественном языке фактически, имеет место проявляться в мире, то есть материализоваться. Почему так происходит? Дело в том, что у нас, когда мы возьмем какую-нибудь пластинку с равными отрезками, то есть многоугольник с правильными гранями, насыпем туда песочек, закрепим это на штативе в середине и проведем смычком. И выстраиваются очень интересные и красивые картинки. Вот я вам покажу, когда проводят смычком по квадрату. Вот получаются такие картинки разные. Внимательно посмотрите. И вот число, звук который появляется, которые мы извлекаем, и изображения, которые получаются, они все получаются связанными. И само звучание, оно звучит именно буквой. И вот если мы построим, ну то есть возьмем все эти сто восемь пластин, то есть сто восемь граней, сто семь, сто шесть, ну то есть начиная от круга, где в принципе граней нет, да, полукруга, дальше значит треугольника, квадрата, пятиугольника, шестиугольника. И мы пошли дальше. Везде сыпем песочек, везде проводим смычком и мы получаем картинки. Вот эти картинки и будут обозначать буквы. Там, конечно, есть сложности для того, чтобы при, ну сделать это общим, надо, чтобы каждая пластина еще имела свой состав, соответствующий числу граней. Ну то есть там должно быть сплав в соответствии количеству граней. То есть пять к одному, там шесть к одному, какие-то добавки, которые в общем-то дают специальный звук и которые именно рисуют этот узор. То есть у нас каждый узор соответствовал числу и соответствовал букве. Дело в том, что миром правят числа и их отношения. То есть функция богов у чисел. И поэтому числа, они очень важны. И их изображение тоже важно. У нас есть две системы изображения чисел. Это первая система римская, когда там один, два. Ну, вспомните, палочки, две палочки, два, три палочки, три, четыре палочки. Это там перекрещенные и так далее. И есть совершенная система, которая обозначает число углов. То есть один, это один угол. Число два, два угла. Число три, три угла. Вот так вот если нарисуем. Три, четыре это вот так и так. Пять, шесть и так далее. То есть вот эта угловая система, она получила развитие. И она сейчас в принципе используется, хотя про углы уже все забыли. И вот когда мы получили таким образом письменность и изображение в принципе рождает звук, и мы начинаем намаливать этот звук, потому что символ Бога, он правильный. И мы его намаливаем. А это ведь буква. И она входит в состав слов. И она приобретает потенциал намоленности. А ведь у нас все намоленные места, они обладают чудодейственным свойством. Те же иконы, которые мироточат, которые помогают реально людям. То есть, когда у них просят, и если их намаливают, если их не только просят, но и сославят там или что-то. Такие, ну таких икон много. Или у шаманов, которые намаливают камни, и камни начинают мироточить. И они начинают исполнять желания, тоже как и иконы. Или, например, как у нас еще не так давно, когда были истуканы, намаливали истуканов. И истуканы тоже, они не только мироточили, но они исполняли их желания. Потому что в древней православии там попрошайничество исключено. Там только славить богов. И вот один из таких примеров, которые мне рассказали сотрудники музея. Значит, там привезли истукана из скопища. И он через день ушел на свое место. Это при закрытых дверях. Причем он уже тяжелый большой истукан. При закрытых дверях, при наличии сторожа, он исчез. Он оказался на том месте, на котором он был перед тем, как его оттуда забрали. И во второй раз забрали, привезли. И во второй раз туда исчез. Но в третий раз его просто порубили. Потому что посчитали, что это действие дьявольское какое-то. У нас подобным качеством обладает и синь камень, который находится на Плещеевом озере в Переславле-Залесском. По легенде, его сбрасывают с горы христиане в Плещеево озеро. Но он выползает и ползет наверх. Его снова сбрасывают. Он снова, но он большой. Тем не менее, он двигается. То есть, вот эти все чудеса возникают при намоленности. А мы намаливаем букву, звук. И звук этот увеличивает потенциал, увеличивает свою божественность. И он входит в слова. А у нас все буквы увеличивают свой потенциал, свою божественность. Когда мы их намаливаем, они становятся сами богами. И когда мы снова намаливаем этими же словами, мы еще больше увеличиваем потенциал. Мы славим богов, мы увеличиваем потенциалы этих богов. А это же буквы, это же звуки, это символы. То есть, получается обратная положительная связь, как говорят в технике. То есть, чем больше мы намаливаем, тем больше потенциал все больше и больше растет. И язык превращается в божественный. Почему? В Библии было написано. Сначала было слово, слово было у бога, и слово было бог. То есть, само слово было богом. Слово могло творить, вершить. У нас каждое слово, как показал Амута Масура, в общем-то, структурует воду. Вот я могу показать вам рисунки, которые он приводит. На разные слова получаются разные структуры. Ну вот смотрите. Здесь вверху показаны слова с отрицательным смыслом. Гитлер, дьявол. А здесь слова, которые истинно, спасибо, то есть, любовь, слова, которые вызывают правильную структуру воды. Причем, не только такую могут вызывать и пяти лучевые снежинки. А это жизнь. Потому что у жизни, у нее пяти лучевая симметрия. У кристаллов у нее разные виды симметрии. И шести, и трех, и четырех. А вот пяти нет. Вернее, они есть крайне редко. Я видел только лишь у хрусталя. И то это не у всех видов хрусталя, и много видов кристаллов. А вот здесь мне показывали геологи. Потому что пяти лучевая симметрия зарезервирована жизнью. А когда мы говорим отрицательные слова, мы фактически вызываем в организме мутации. Потому что, как показано было исследователям генетическими исследованиями, у нас, оказывается, вода идеально подходит и входит в ДНК. Поэтому, как показал Чампион Тош, американский исследователь, слова могут вызывать мутации. Особенно с отрицательным смыслом. И когда мы говорим с отрицательным смыслом слова всевозможные. Не важно, что они к нам якобы не относятся. Произносим-то мы. Мы же их произносим. И они поэтому влияют на нас. И тянут к себе те события, как показал известный русский изобретатель, имевший пять тысяч изобретений еще в годы советской власти. Что, оказывается, они формируют у нас поле событий. Сколько мы сказали отрицательных слов, столько отрицательных событий мы к себе и притянули. Поэтому нужно следить за своей речью. И как можно меньше говорить отрицательных слов, естественно. Так вот, письменность Девына Гарри у нас фактически была выброшена вот этой реформой, когда у нас исчезло 108 боков, обозначавших того или иного бога. У нас потому что система была из девяти пантеонов, состояв, включавших в себя 108 богов. И каждый имел символ, причем не новодельные символы, как вот сейчас новодельные языки делают, придумывают какой-то символ совершенно от фонаря. И называют его совершенно от фонаряным значением. Девына Гарри такого не позволяет. Это естественный язык. И он дает естественное звучание. И поэтому этот язык сродни нам. И этот язык русский. Почему русский? Потому что те же англичане делали исследования, на какие слова из какого языка реагирует мозг. Ну вот, например, слово собака. На английском это dog. Ну, реакция была слабенькая. А вот на слово собака реакция была у мозга. Причем у англичан. Они ведь не знают это слово. Была посильнее. А вот на слово пес была сильная реакция. Пес это старорусское слово. И псами у нас. Ну и псов рыцарей вы помните, да? Вот. То есть в основе, получается, у нас лежит русский язык. Самое-то интересное, были проведены исследования, и оказывается, у нас кардиограмма, если взять точный кардиограф, фиксирует разные триплеты. Триплеты это, ну, то есть всплески, то есть она, линия, она как бы обычная кардиограмма, но на ней вот эти такие маленькие триплетики. И таких триплетов разновидностей, то есть три зубчика, 151 всего лишь, удивительным образом совпадает с количеством знаков, символов, всех символов, обнаруженных на Земле, о которых пишет Гриневич. То есть получается, наша душа говорит на древнерусском языке. И не случайно поэтому, когда люди переделывают и перековеркивают свой язык, возникает явление так называемых внезапных смертей. Внезапные смертей, они обусловлены тем, что душа теряет связь с мозгом человека. Человек теряет интуицию, он не может понять, как ему поступать, он не может внутрь себя обратиться, потому что прервана связь, и он начинает делать глупости. И душа, чтобы человек не наделал еще больше глупостей, просто покидает тело по своему желанию. Возникает явление внезапных смертей. В ООН выделена достаточно большая сумма на исследование этого явления. Она до сих пор не получила объяснения. А языков всех наделали много. Вот развалившийся Советский Союз, и придумали сразу кучу языков. Вернее, не и были, но на них заставляли говорить. Потому что мне в свое время один татарин написал, он сказал, что он сидел много лет. Ну, сказали, если выучишь татарский язык, будешь учить в своем селе, мы тебя выпустим. Ну, понятно, что он учил. И понятно, что он начал учить. Ну, и у нас уже в периоды перестройки создали длинновосточный язык, сибирский язык. Ну, их еще не внедрили, но они уже созданы. Это делается все для того, чтобы разделять. У нас до революции было открытое слово «образование». Потому что каждая буква имела смысл. И когда мы какое-то хотели создать понятие, мы набирали это количество букв, и получалось определение этого слова, ну, то есть этого понятия. И получается, что каждое слово в русском языке – это аббревиатура понятия этого слова. Аббревиатура, то есть из одних только букв состоит. Вот у нас все эти вот ВЛКСМ, КПСС – это все аббревиатуры. Вот. Ну, мы все знаем, что это такое. Ну, и слова тоже. Даже если мы их не знали, человек мог придумать новое определение, ввести новое слово. Но его все поймут. Потому что до революции была третья сигнальная система. Что такое третья сигнальная система? У нас есть первая сигнальная система, когда есть стимул и есть реакция. Есть вторая сигнальная система. Но это современное определение Павловым, данное Иваном Павловым, который исследовал условные рефлексы. Когда на слово происходит реакция. То есть у нас слово связано с каким-то стимулом. Его может и не быть, а может быть только слово. Например, пищу не вносят, а говорят слово есть. Или идите есть. И собаки реагируют. Идите есть. Хотя еще, может и этот не вошел. Экспериментатор. И была третья сигнальная система. Третья сигнальная система, которая позволяла создавать новые понятия. Новые слова. И все это понимали. Куржиев и Алексей Толстой в своих произведениях. Куржиев, в частности, встреча с замечательными людьми, писал. Ну, я не знаю, конечно, как ее сейчас. Потому что у нас все редактируют и все вычищают. Он писал, что он много лет путешествовал по Азии и в Европе. И он писал, что везде можно говорить на русском языке. То же самое Алексей Толстой. Но после революции у нас началось то, что русский язык везде стали изгонять. Интересно, что в свое время корреспондент комсомольской правды Песков. Он уже сейчас умер. Но он писал о семействе Лыковых, что они говорили на непонятном русском языке. А они ушли после революции в скиты. Они старообрядцы ушли и говорили на непонятном русском языке. Хотя мы читаем Пушкина, Державина, Некрасова, Лермонтова, Жуковского. Мы все понимаем. Они писали вроде как бы в начале 19 века. Но язык-то ведь, он же меняется. А Лыковые сразу после революции уходят в скиты и говорят на непонятном русском языке. Почему? Да потому что русский язык, он обладал этой системой словообразования. Открытого словообразования. И поэтому у нас, в общем-то, проблем не было. Все понимали друг друга. Черногорцы, которые в принципе живут в горах, у них свой уровень культуры, который не смешивается с равнинными нациями, вернее странами, где совсем по-другому все. Понятно, что у них словарный запас слов иной, чем на равнине. И у Лыковых, соответственно, был тоже свой словарный запас, который не равен словарному запасу жителей России. У них было натуральное хозяйство. Они ели там строганину, высушивали мясо на воздухе. Они ели рыбу, собирали грибы, ягоды, сушили все это. И эти мы ели. Потому что их нашли в Акассии. В Акассии хоть летом и жарко, но зимой тоже очень холодно. И когда их Лыковых нашли, они сразу все поумирали. Осталась Агафья. Агафья, она родилась у них в 1944 году. То есть она уже не знала этого русского языка. И не знала всех этих заморочек. Ее оставили. А тех благополучно отправили в иной мир. Для того, чтобы мы не знали о том, что у нас была третья сигнальная система. И что у нас язык был с открытой грамматикой, с открытым словообразованием. То, что у нас было открытое слово грамматика. И у нас было много вопросов, которые сейчас исчезли из русского языка. Потому что каждый вопрос, он создает свой падеж. У нас сейчас только выделено шесть падежей. Добавляют еще звательный. Это вот отче, старче. И говорят еще о притяжательном. Притяжательный – это вот чей на вопрос отвечает. Но у нас еще много других вопросов, которые создаются по эти же. Я в свое время их выделил больше сотни. А у нас, в принципе, падежей в дагестанском, где-то пятьдесят шесть. А так, в общем-то, падежной системы нет. Например, в английском языке, там, ну, четыре там падежа или пять падежей. В немецком, ну, у нас вот шесть падежей. Ну, вот в дагестанском пятьдесят шесть падежей. В реальности в русском языке более ста падежей. Суть, учитывая, что еще были выброшены у нас вопросы, которых сейчас за ненадобностью не стали применять. Старожилы вообще говорят, что из русского языка было убрано 34 тысячи слов. А остальные 90% в процессе, так сказать, освоения русского языка поменяли, 90% поменяли свое значение. У нас всякая реформа приводила к тому, что мы переставали знать русский язык, и нас загоняли в ликбезы. Вот четыре реформы, и вот четыре раза мы были загнаны в ликбезы для изучения нового русского языка. А после этого большевики на всю Европу и весь мир раструбили, что Россия безграмотна. Ну, понятно, все эти реформы создавали эту безграмотность и примитивизировали. Более того, у нас ведь помимо Деванагари был еще Синзар. Синзар – это буква образования. Это открытая буква образования. Потому что у нас много букв в русском языке, оставшиеся имена от Синзара, которые имитируют, в общем-то, природу. Ну, например, шепот, шелест. Мы слышим шелест листьев и слышим передачу этого звука. Или, например, Иволга. Это крик птицы. Она так и начинает свой крик с длинной буквы И. Или, например, Користель. Алтынин вообще крекс-крекс звучит. Так он так и кричит. То есть тоже идет передача. И вот у нас была нагружена и фонема буквы. Смыслом. Что имеется в виду? Фонема – это качество звука. Длительность, высота, глухость, раскатасть, носовой звук, горловой. И за счет их 30 фонем выделено. И каждая эта фонема, она была тоже нагружена смыслом. И поэтому мы когда делали новую букву, длинной ли ее делали, у нас, например, в русском языке было 7 букв И. Но они связаны как раз с тем, что у нас сейчас все запихали в родительный падеж. А в действительности это все были разные падежи. Потому что разные вопросы. Так вот, эти фонемы позволяли создавать новые буквы. То есть это была четвертая сигнальная система. Но, как правило, она была у жрецов. У жрецов, кстати говоря, они всегда говорили на жреческом языке, который нынче сделали греческим. За счет того, что букву Ж, которая пишется и читается иногда как Г, превратили в греческий язык, а то был жреческий язык, на котором у нас, у древнеправославных, еще шла служба в 19 веке. Понятно, что убрав эту службу. Ну, у нас, кстати говоря, не только на жреческом, греческом шла служба. И на терском она в свое время шла. И на арабском она тоже шла. Но это другой вопрос. Самое-то главное, что жреческий язык был доступен только сначала жить сам. Ну, вот реформа Владимира, князя, мы его знаем, как князя Владимира, в действительности, это император Византии. Так вот, эта реформа привела к тому, что он разрешил жреческий язык использовать всем для коммуникации, как бы. Ну, и потом у нас, видите, войны ведь были все звуковые. Это сейчас мы там стреляем, штыками там орудуем. Вот. Раньше убивать нельзя было. Можно было только лишить противника силы с помощью звука. И была целая система, дисциплина, галдея, которую сейчас халдея называют, которая позволяла с помощью звуков лишать противника силы. У нас все, вся терминология военная, она вся звуковая. Ну, само слово вой, например, война, например, да, с воем связана, да, и с вояним с другой стороны, потому что звуком тоже все делали. Вот. Бой, баять, ну, тоже как бы усыплять, говорить. Поле битвы, брони, броница, соло, солдат, тактика, такт, вроде как музыкальный, но в действительности, это все из военной терминологии. И поэтому с помощью звуков людей лишали возможности дать ответку. То есть, им парализовывали челюсти, заставляли быстро расти зубам, например, клыкам, так что человек ответку дать не мог. Он не мог уже произносить те звуки, которые могли воздействовать. Или там вытягивали челюсти моментально. А то, что у нас звук делает пластичным все предметы, это известно давно из физики. И поэтому определенная частота может вызвать пластическую реакцию изменения челюсти, так что она будет вытянута, как у писигласов, например. и ответной конечно реакции не будет. Поэтому и были вот эти все превращения роговевшие губы, вытянутые челюсти, удлиненные клыки или выросшие рога вдруг. Это тоже можно оказывается сделать. Которые поражали звуковые у нас здесь звуковые доли, и эти звуковые доли были поражены или волю, когда у нас рога росли перед на лбу. И даже один рог. Но все это было именно в военных целях. И поэтому Владимир для того, чтобы не обучать, потому что у нас жрецы, они основная была сила военная, это были жицы. Но чтобы весь народ подтянуть, поэтому он и вел язык как средство коммуникации, чтобы детишки с детства его знали. И кстати говоря, Владимиру не могут простить не то, что он крестил Христу, креста суверния, а то, что он вел язычество, то, что сделал язык, звуковой язык средством коммуникации, ему не могут простить, потому что мы казали. И были казаки, которые казали. Вот в обращении царя Николая Второго к народу по поводу отечественной войны, которую он называет первой, у нас сейчас Первая мировая война, но документ как раз показывает, что опять и здесь нас обманули. Это была отечественная война, оказывается. Он там пишет и говорит, что нас четыре конфессии, ну, четыре религии Магометане, христиане, иудеи и немцы. Вот немцы это не нация была, это была религия. И их еще называли казаками-молчальниками. То, что они могли казать, показывать образы. То есть, это была телепатия. И у нас таких, в общем-то, людей до революции было много. Фактически это и есть древнеправославие. Хотя древнеправославие это стало отдельной конфессией, которая была запрещена. До революции она была запрещена. Ариане и древнеправославные они вышли из подполья именно после революции. И после революции все эти шесть религий были объединены в обновленческую. Но сначала она была объединена объединенная, а потом ее обновленческой назвали. Ну, потому что там обновились все до католичества. И от древнеправославия остались ножки-дорожки. Ариан сделали магометанами, а древнеправославных сделали христианами. Причем у нас в действительности были крестьяне, а не христиане. Крестьянство это тоже не засловие, как нам говорят, это тоже религия, потому что они были крещены крестусу. А вот христиане, там произошло объединение на рубеже, вернее, на рубеже в начале девятнадцатого века, христианство было объединено с христоферианством. Это католичество христоферианства, потому что у них христофер главный святой и в результате получилось христианство. Вот. Но это мы немного отступили от основной темы. Получается, что открытость слова образования и открытость буквы образования в языке, они мешали очень тем, кто нас опускает, потому что в этом случае можно говорить о разумности народа. А у нас понятно, что разумность надо было убрать, потому что неразумные люди, они не могут управлять планетой. а претендентов на нашу планету на сегодняшний день более 70 цивилизаций, которые сейчас болтаются у нас на орбите. И сегодня, благодаря тому, что они ввели плоскую Землю, утвердили ее, они ввели, что Солнце лампочка, звезды это голограммы или кристаллы там какие-то. то есть они обосновали нашу неразумность. Перед этим они вводили теорию относительности, они вводили расширяющую Вселенную, ну и другие глупости, которые перевели нас из разумных в условно разумные. А когда ввели плоскую Землю и весь тот маразм ему соответствующий, нас перевели в неразумные. Поэтому сейчас стоит вопрос о нашем уничтожении. Позволительно уничтожить неразумных. Но то, что у нас был русский язык божественным языком и то, что наши предки достигли уровня повелителей Вселенных, это была первая цивилизация, уничтоженная апокалипсисом, когда еще были гикотанхейры, но они в принципе остались до сих пор. В общем-то вот которые были на уровне повелителей Вселенных. И почему у нас в общем-то все прилетающие сюда на Землю антропоморфные виды, как показали исследования потожировых остатков этих представителей. У них та же ДНК, что и у нас. Более того, например, контактеры, которые общались, например, с людьми с плеяд, говорят о том, что они говорят на древнерусском языке, на хорошем древнерусском языке. они прекрасно понимали. Ну, потому что плеяды это же племя, это наше племя. Там тысяча цивилизаций до сих пор живет. Это все наши родственники. И не случайно они прилетают сюда к своим родственникам и берут их к себе туда отдохнуть от сегодняшнего земного маразма. Когда слово какое-то уже набило, можно сказать, оскомину, его было не обязательно писать всеми словами. Писали лигатурами. И лигатуры они используют наряду с новыми словами. Про лигатуры мы знаем, что это иероглифы. И в свое время пражский ученый Берших Грозный показал, что китайские иероглифы это было в начале 20 века, в 30-е годы. Есть ничто иное, как лигатуры русских букв. Но мы знаем, что китайцы в общем-то заимствовали от самих во-первых китайцев и от манжуров. Манжурь это была последняя в принципе страна, исчезнувшая в середине 20 века, после 1945 года. Ее передали потому, что Китая. Вот. А она сдалась русским войскам без единого выстрела. Там было 70 миллионов человек. И вот строительство новой китайской стены как раз было сделано манжурами. потому, что там две стены наблюдаются в Китае. А местное население китайцы, которые перевели свою культуру, они себя чина называли или сина. Ну, потому, что они связаны с синоцефалами. Сина это песенглавцы или песенаги. Поэтому, в общем-то, русский язык сейчас далеко не тот и письменность у нас тоже далеко не там. Естественно, букв количество у нас очень много сократилось. если смотреть, что было 151 буква, выбросили 108, осталось 43 буквы в Киеве. Потом выбросили еще 10 и осталось 33. Вот после революции 33 осталось буквой. Смотреть, если дальше у нас в глаголице было 40 знаков, в сербском было 30, 26 в английском и немецком языках и 22 в еврейском. То есть все редуцировалось, все упрощалось. Ну и сейчас у нас есть специалисты русского языка, которые нам вещают, что в русском было раньше 26 букв, как греческом и предлагают выкинуть еще 4 значит там 7 букв. Там и твердый знак и и и вот эти сложные звуки тоже предлагают выкинуть. И причем передумая периодически возникают такие вопросы. Значит у нас в общем-то эти реформы привели к тому, что язык стал закрытым. закрытый язык в общем-то больше 200-300 лет не живет. И почему не живет? потому что вот например обезьяны обезьяны в действительности они когда-то были разумными существами и они имели свою цивилизацию. Например те же шимпанзе по весне как правило но это дикие шимпанзе они не которые живут в зоопарках они устраивают праздник то есть самки залазят на дерево а самцы образуют круг и бегают вокруг этого дерева то есть остатки какой-то разумности какой-то атрибутики каких-то ритуалов у них осталось вот что касается горилла например если даже смотреть их развитие у них сначала до 8 месяцев идет одинаковое развитие зародыша а после 8 у них воплощается лоб там и в общем-то она из человека зародыш превращается в гориллу но то что исследователи говорят что горилла это человек одичавший человек но хоть и черный но человек самое это интересное что горилла многие исследователи пытаются их научить говорить до революции многие несколько видов обезьян обучили например китайскому языку до 500 знаков в общем-то глухонемого языка удается обучить гориллу самое интересное что обученные обезьяны начинают учить других обезьян выученному ими языку то есть это все говорит о том что они вполне принимают цивилизационные наработки и имели свою когда-то цивилизацию но то не утратили потому 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 когда становится примитивной жизнь становится примитивной психика и если допустим раньше в крестьянском хозяйстве люди должны были уметь все делать сами то сейчас например при якобы развитой цивилизации люди отучились делать все сами и они живут в основном как потребители умея только лишь одну какую-то исполнять специальность ну или рабочего там или инженера или там чиновника неважно но обучен чему-то только одному с чем в принципе прожить невозможно а вот это ликвидирование ликвидация этого универсальности это ликвидация и божественности несмотря на то что казалось бы примитивный быт но человек полностью обеспечивал себя и позволял выжить в любых в общем-то условиях потому что он выращивал себе пищу всевозможные делал орудия труда с помощью которых он мог делать и орудия труда и обрабатывать пищу и строить дом и строить и делать мебель и шить одежду то есть он мог все и это универсальность один из критериев прогресса действительности прогресса индивидуального индивидуального прогресса человека когда у нас выбрасывали числительное но это казалось бы ну подумаешь выбросили там сколько-то но это страшно в том что у нас в русской культуре было во-первых много всевозможных математических действий у нас ведь только сейчас 6 известно но 7 если с логарифмами считать то есть сложение вычитание умножение деление возведение степень извлечения корня ну и логарифм 7 а у нас было бесконечное число этих действий они были связаны с числительными например вот то что связано с делением на одно и то же число вот это действие оно сейчас у нас никак не обозначено мы конечно можем делать понятно но оно называлось специально например четить третить пятить шестить и так далее то есть делить на 6 на 5 на 3 а это получение своих мер или общий мер нахождение мер потому что у нас вся наша культура была построена на мерах потому что мы знаем что любое явление любое свойство любая способность любой предмет имеет свои меры и зная эти меры можно было воздействовать на этот предмет на этого животного на это растение и так далее ведь у нас например те же растения им давали специальные имена для того чтобы потом с этими именами работать и слово семя это с именем и мы в действительности орали землю то есть воздействовали звуком а сейчас говорят что орала это плуг орала в действительности это наш речевой аппарат и слово лук и лук они практически однокоренные поменена только буква в конце потому что лук он стрелял поющими стрелами которые озвучивали и стимулировали рост тех растений которые мы хотели растить но эти поющие стрелы они использовались вплоть до революции но нас опять же об этом рассказывать нельзя числительные которые у нас исчезли у нас сейчас осталось только три вида числительных вообще у нас много частей речи исчезло вот процессы исчезли но их сейчас соединили с существительным процессы явления растения животные грибы минералы они все были имели название соответствующие но относились к своей части речи это важно для того чтобы не путать потому что когда путается все это называется словом деградация в переводе на русский язык не развлечение а у нас все стараются запутать перемешать так чтобы у людей вызывалась деградация вот числительных у нас известно только количественное это вот раз два три да порядковые первое второе третье и собирательное там двое трое четверо множительное числительное хотя оно есть у нас в языке исчезло дважды трижды четырежды обратные числительные тоже все поисчезали а их не изучают хотя есть эти третьи четверти пяти шесть окончания или например исчезли имены числительные вернее они есть однерка тройка четверка делительное например числительное тоже исчезло ну как исчезло оно есть но мы его никаким не обозначаем это первых вторых третьих или например объединительное числительное оно тоже есть вдвоем втроем четвером ну или например предположительное числительное двух трех четырех оно есть или связанные числительные которые как правило применялись для цепочек вот веществ однера тринера ну сейчас понятно не нет дюжина числительная кол пара трета кварта ну кол пара в школе еще там говорят мы говорили в мое время еще часто ну и так далее это только счастливное что касается того же самого тех же самых падежей падежей очень много исчезло у нас осталось винительный родительный дательный винительный творительный и переложный шесть падежей а вот то что сейчас звать называют это действительности уважительно был падеж вот боже перуни нави нави отче а вот звательный это как раз саш петь толь или временной падеж который отвечал на вопрос когда завтра сегодня через месяц но это не только касалось завтра сегодня то есть временных вещей да но и в принципе вещевых тоже вот страдательный отвечавшим на вопросы на ком на чем на верблюде на машине на горе местоуказательный отвечавшим на вопрос где в сочи в море на горе в ресторане и вот там использовался активно буква ять у нас ять ее сейчас связывают с буквой а некоторые с е но она как говорят старожилы осталась в русском языке в слове бег это и не е это и не э это ять мест указательный так вот дальше значит потяжи которые обратно мест указательные отвечают на вопрос откуда откуда вы приехали например из москвы или от кого от матвея от луки ну там местоуказательных много вот четыре притяжательных было падежа изменяющиеся парадам и числам например чей петен чья петена чьё петена чьи петены там дальше вот в чьи в чью на чьей вот эти все вопросы они относились к разным видам вот этих притяжательных падежей вопросительный падеж отвечал на вопросы какого какую какого Вову какого Петю определительный отвечал на вопрос который катал которая сравнительный падеж отвечал на вопрос на сколько на треть на четверть на месяц внутренний падеж отвечал на вопросы в ком в чем в пете в пиджаке но у нас тоже буква Е она тоже не одна была преобразовательный падеж отвечал на вопросы во что в кого в пятницу в отличников в дерьмо увлекательный падеж отвечал на вопросы за кем зачем за Лениным за мужем за селедкой зачем так далее то есть их еще много таких вот вопросов а самое главное у нас исчезло много вопросов и поэтому сейчас вот это вот примитивная наша грамматика которая не рассматривает все многообразие языков в общем-то оставляет желать лучшего и нам в общем-то следует подумать о том чтобы опять попасть в разряд разумных о восстановлении именно божественности в русском языке именно открытость слова образования именно открытость буквы образования но хотя бы сначала слово образования ввести те части речи которые нас вырвали и ввести те вопросы которые ну вот у меня есть некоторые вопросы которых сейчас нет, но они были в старорусском языке, они сохраняются, вот, и у староверов они тоже есть. И восстановление именно божественности в русском языке, во-первых, нас выведет, с одной стороны, на уровень тот, который был у наших предков, а во-вторых, поможет нам в итоге вступить в космическую коалицию. На этом я заканчиваю свое повествование, после чего я отвечу на вопросы. Человеческий мозг изначально был един, его искусственно разделили на два полушария, чтобы мы стали работать в режиме батареек. Да не это страшно произошло разделение, произошло разделение именно сознания, органов чувств, у нас исчезло сознание запахов, то есть мы там не мыслим, у нас нет осознания, как нюхательного субъекта, у нас исчезло вкусовое сознание. Раньше же вообще блюда, они же, это была симфония, это были рассказы, то есть с помощью блюд можно было общаться. Передавать информацию, сейчас этого нет, с помощью запахов можно было общаться. И многие эти животные общаются, они жить, как они говорят, они источают запах, они занимаются элементарным чародейством. Мы этого сейчас лишены. У некоторых получается чародейство, то есть менять запахи у чего-то там, у воды там или у бумажек. А у многих и не получается, надо работать. То есть нет сознания запахов, сознания вкуса, дактильного сознания нет. Но и зрительное у нас сознание, оно загнано, в общем-то, в подсознание. Подсознание не должно быть у людей. Все сознания должны быть проявлены. А поэтому вот надо по логике вещей, вот у нас есть цикл право-лево-руки, но это для того, чтобы телепатию хотя бы восстановить, ну или казани. А у нас еще были дни звукового сознания, дни зрительного сознания, дни обонятельного сознания и вкусового сознания. То есть все это было для того, чтобы эти сознания работали и были равноправными. Тогда возникает нирвана, сознание нирванное. А так у нас сознание, зрительное, а то у нас слуховое, слуховое и от других сознаний, но вообще все разорваны между собой. Как намаливать звук, сам процесс? Так очень просто. Вы имеете букву, символ, правильный символ, который дает этот звук. Вот он не слышен, но он все равно есть, потому что он рожден звуком. И вы этот символ намаливаете. То есть получается, вы намаливаете и звук, и символ одновременно. А у нас ведь была же... У нас были не просто числа боги, у нас были тоннобоги. У нас были хронобоги. Хронобоги – это промежутки. То есть сколько туков, например, звучит та или иная буква. А как же тогда люди, которые родились и с рождения говорят на другом языке? Например, те же итальянцы. Ведь они рождаются, вырастают, женятся и так далее. Но они никогда не говорили по-русски. Ошибаетесь. В XIX веке все говорили по-русски. В начале X века тоже говорили по-русски. Если вы посмотрите карты Российской империи, там туда вся Европа входит, да. Но не те, которые там, британская нам энциклопедия. А вот именно настоящие карты, которые случайно сохранились. Вот там нет стран. Нет там итальянцев, нет там французов, англичан. Нет. Есть города, да, есть Лондон, есть Париж. Нет французов, нет англичан. Именно вот деление на страны пошло после всемирной революции, которую сейчас называют Октябрьской революцией. Именно тогда произошло уничтожение, во-первых. Но революция прошла везде. И везде, в принципе, был этот террор. Уничтожали знающих. Уничтожили всех учителей истории. Уничтожили везде, во всех странах. Уничтожили продвинутых изобретателей, первооткрывателей, ученых. То есть всех подчистили везде. То есть опускание было мощное. Но в России, я имею в виду, в нынешней России, это особо провели зверские. То есть уничтожили всех дворян, разночинцев там. У всех, которые что-то могли, что-то знали, что-то умели. Потом пришлось приглашать с Америки специалистов, которые строили там шахты нам, строителей. На тот же Днепрогресс и так далее. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы письменность Аумарасия? Знаете ли вы про Аусмарасию всех благ? Нет, конечно. Откуда мне знать? Является ли образ буквицы фиксированным всех благ? На каком языке я разговариваю в Шамбале о грахте всех благ? Ну, в Шамбале, с которыми я встречался, они хорошо говорили по-русски. Но со временем в русском языке. И ели все то, что у нас стояло на столе. Там был чай, печенье, кексы порезанные. Но я обратил внимание, что они ничем не брезгивали. Но мяса не было. Но там, понятно, все вегетарианцы. Скажите, пожалуйста, надо ли нам глубоко изучать образность 147 букв? И с чем буквыцы отличаются от рун? Скандинавские руны. Чья это письменность? Какой расы? Да это все новоделы. В основном. Но чтобы запутать, самое главное, чтобы мы не знали Деванагарий. Чтобы мы не знали Сензар. Сензар, он писался, как нотный стан. Но оно так и дошло до нас, его называют линейное письмо шумерское. Это Сензар. Потому что там играет роль длительность, там играет роль высота звука, паузы между звуками. И тембр. Мы сейчас тембр вообще не берем. И мы сейчас не говорим на разных тембрах, да? Ну, Галкой может говорить, подражать всем. Ну, еще там некоторые пародисты. А каждый человек должен уметь, потому что тембр, он определял букву. Сейчас тембр вообще не учитывается. Если говорить о расах, конечно, рас это выдуманное тоже понятие. Потому что, ну, расами они пытались заменить слово породы. А вообще, раса в переводе с латыни, это чистый, означает. Раса табуля, чистая доска. Вот. И раса в действительности те, кто жил на земле и живет на земле. Но у нас было 19 крестовых походов. И они, в принципе, все остались здесь. Они все здесь еще будут. Ну, каких-то, конечно, уничтожили полностью, да? Там, например, люди оленей уничтожили. Хотя они были. Вот. Ну, готов почти уничтожили. Но они говорят, что их 30 тысяч осталось. Вот. Готы они полно против полно. Писеглавцам и писинагам. Какие слова дошли до наших дней волшебные? Например, Гой да будет так. Если есть еще какие-то слова. Вообще, слово Гой, это священное слово, на старорусском языке, означало мужской член. А женский член, он звучал пыль, да. Но сейчас по-другому. Это слова священные, они употреблялись при зарождении чего-то. То есть словами можно было что-то зачать, что-то родить. В тех же растениях, в тех же животных. Так получали новые виды. Возможно ли восстановить Дуэна Гарри? И как намаливать звуки, букву? Возможно ли нам лить, например, название фирмы? Благодарю. Ну, конечно, возможно. Можно намаливать человека, превращать себя в Бога. Намаливая... Ну, свою дрелью православное, конечно, не имя. Петь его в Атане, оно бесполезно намаливать. Потому что это все мученики. Ликбез, читаю. Ликбез, лицо беса. Правильно? Ну, в принципе, да. Но дело в том, что ликбез это сокращенная ликвидация безграмотности. Ликбез. А то, что бес... Ну, вы без запишите, это правильное написание. А вот бес у нас сейчас везде пишут бес. Потому что бес это в действительности песеглавцы. Когда вы говорите про жреческий язык, он же греческий. Вы говорите про современный греческий, в данное время не понимаю. Помогите, пожалуйста. Ну, у нас сейчас, видите, новогреческий сейчас. Но есть старый греческий, который, в общем-то, училища в древолюционной России. Ну, и, кстати говоря, его учат даже у нас в семинарии. Греческий, латынь. Вот. Ну, а сейчас его, конечно, перестали учить. Но их различают. Старый греческий, ну, это, в принципе, тот язык, на котором шла служба. А новый греческий, на котором сейчас говорят, он сильно отличается от старогреческого. А как предки поступали с теми, кто совершил преступление в своем роду? Несмотря за что. Ну, там, как, ну, они не поступали. То есть, там, в общем-то, делалась Теодицея. То есть, сворвал там, рука отсохла, убил там кого-то, послев, оскорбил кого-то, типун там возник, на языке. Ну, или язык отсох, если сильное оскорбление какой-то там важной личности. Ну, эти все вещи, они, кстати, прописаны у индусов хорошо. Что за что. Но они еще прописали то, чтобы потом воплотиться. Но это уже было новодел, потому что у нас перевоплощение, оно на следующую жизнь не каралось. Потому что у нас сразу сделал, получил. А когда сделали, в перевоплощении стали наказывать, да, что в следующей жизни получаешь. Это сделали специально для того, чтобы творить беспределы в этой жизни можно было. Скажите, а в чем различие терпения, терпеливости? Ну, терпение, это вот нынешний процесс, терпеливость, это качество. Дело в том, что у нас, видите, исчезли времена глаголов. Наши было. У нас прошлое, настоящее, будущее. Три только, да. А нынешнее исчезло. Исчезло грядущее. Вот кроме прошлого, было еще прошедшее. Вот. Я сейчас сразу не вспомню, но эти части речи, вернее, времена глаголов у нас сейчас отсутствуют. И окончания в связи с этим тоже изменились. Почему у нас русский язык здорово выхолостили? Ну, потому что вот убирали, убирали, все еще можно убрать, убрали. И что нельзя убрать, тоже убрали. На каком языке разговаривают записи главы всех благ? латыница. Какие буквы соответствуют, каким богам? А вот все вот эти буквы, 108 букв, они соответствовали разным богам. Там, М, например, Магощ. Он так и было. Была просто Маа буква, да, но их тоже несколько в русском языке. Была Магощ. Например, допустим, та же самая П, был Перун, буква так и называлась, именем Бога. П тоже много, П покой. А разве с космосом общаются не телепатически? Да там всяко общаются, и телепатически, и на звуковом тоже. И русский язык это самый распространенный язык космоса. Как определить у кого, у какого бога какой звук? Ну, по их имени, по начальному звуку. Две православные непрописные обладают этими знаниями. Что они делают, чтобы землян не уничтожили? Да они пытаются спасти себя, потому что их ведь уничтожают. безбожно. Что такое законы Ману? Законы Ману были введены Мариной Мнишек. Ну, мы ее знаем как Марина Мнишек. Ману. И эти законы, они вообще назывались не законами, а это мы сейчас все законами называем, они назывались как суны, вот вспомнил. Вот почему цуниты потом возникли, это все от мана идет. Но Ману это женщина, и у нас было, дело в том, что кому нас крестили, тому была цифра один посвящена. Вот крестили Разину, раз число, крестили Одину, один число, крестили Колубка, Кол, число, единица, имеется в виду. Крестили Ману нас Мона, Мона это один было число. Крестили Кодовения нас Ван число, ну или Вен. Ну, кстати, Гориан-Бича они продолжают, у них Он пишется, то есть от Анну, потому что многие были крещены Анну, Хан Анну-Ман, то есть это царь Бзьян. Вот, немцы вот их крестили Анну, германцев, ну, вернее, пруссов, пруссов. Вот. Янглеча тоже Анну крестили, но они все равно называют Ван, потому что нас Ван это один. Ну, что были крещены Вени. И Марина Мнижик это вот как раз Богородица, которая родила Крестус. Скажите, пожалуйста, какие эмоции у богов Желия и Свинтовита. Но они вообще, эти эмоции сейчас так не называются, потому что Желия даст и Свинта даст. Название эмоции. Вот. И эмоции связаны с их функциями, то есть у Свинтовита процветания и мастерства вот это Свинта даст. Вы должны пережить радость от того, что вы мастер. Но это не чисто радость, как мы понимаем, радость от всего, чего попало. Это конкретно радость от мастерства, которое дает процветание. А уже ли у него же терпение? Ну и поэтому вы должны тоже пережить ощущение этого терпения. Это и есть эмоция. Как правильно отмечать свой день рождения? Благодарю. Ну как правило пускается, ну садятся родственники, друзья и приглашенные гости по кругу по дням рождения. То есть чтобы круг был гармоничным. И пускается чаша братья нас водой или соком или еще с чем-то, что можно выпить потом тому, кто справляется в день рождения. Начинается там значит от правой руки идет против часовой стрелки и потом человек выпивает. Вот когда делается тризна, тоже пускается братиным, но это не выпивается никем, а выливается на урну или на могилу умершего. Скажите, как и кто нам позволил после революции все-таки жить в раю в СССР при советской власти? Нам наоборот создавали ад. На том свете медленно же все меняется, но тот свет в конце концов в общем-то захватывали вот эти деволосы, о которых пишет у нас Данил Андреев. Вы говорите про слепое пятно, как его уменьшить у себя всех благ? Но это надо не смотреть на солнце, ходить в защитных очках, вот, причем чтобы у нас очки, они же обычно вот такие, отсюда происходят. вышибание наших колбочек и палочек, поэтому надо очки, которые прилегают, дают глазу, вот, но желательно это с малолезства носить. У нас же когда были большие деревья, у нас же не было так ярко на земле, поэтому глаза были нормальные. Каким свойством владает запах лада, но почему именно его используют в храмах и какое воздействие он оказывает на человека. Благодарю за ответ. Ну, ладан нас вообще использовали растения. У нас сейчас только один ладан, у нас у каждого бога была своя пряность, которая издавала соответствующий запах. Но у нас были не кадила, а чадила. И вот ну, такой же как современная кадила, которая содрано чадила. Но единственное, что у них ладан в основном жгут, а у нас зажгли каждому богу свою пряность. Ну, упрощение очень сильное всех этих обрядов. Ладан, он был ведь у латы, но его и оставили. В ладан, если человек прошел имен речения в другой ветке, то есть он ведист, тогда надо ли делать раскрещение, проходить ли снова имен речения всех благ. Но это ваше решение. У нас просто имена не со всякими ведистами спадают, потому что у нас древе православия. Но в ведизме сейчас много и того, что люди сами придумывают, но некоторые удачные придумки, а некоторые вредные. Правда, что спецназ поджег общины Сибири, но я об этом не слышал. На ночном небе видны мерцания некоторых звезд. Что это значит? В школе говорили, что это исчезновение звезды, поскольку расстояние велико, поэтому до нас доходит не сразу. Благодарю. Ну, не совсем так. Во-первых, до звезды небольшое расстояние, не те миллионы, о которых нам рассказывают световых лет. У нас до ближайшей звезды Альфа Центавра можно вообще добраться на Жигулях в течение года. они 403 года, как нам говорят. Планеты Альфа Центавра общие с нашей Солнечной системой. Ну, последняя планета, она крутится то вокруг Альфа Центавра, то вокруг Земли. Поэтому про мерцания, они мерцают, потому что свет идет через толщу Вселенной, планеты, как правило, не мерцают. Ну, потому что тут ближайшее светило Солнце, падает свет на них, и они отражают его. Расстояние совсем маленькое. После посвящения в Шрицы какова ответственность огромная? Жец же, но они же как бы первопроходцы, они находятся на всех путях развития цивилизации. Как правильно изготавливать для себя оберег, талисман, амулет? Мы будем об этом говорить, но могу только сказать, что оберег, он просто использует глубинные знания для своего создания. Талисманы это любая вещь, которая сделана мастером, обладающим каким-то талантом, потому что он, если подарит себе вещь, то пусть даже на свой платок, это будет талисманом человеку, которому он подарил. А амулет это мать, которая сделала что-то для вас. Амулет связан с любовью, с материнской любовью к вам. И этот амулет он будет притягивать к вам любовь других людей. Я слышала, что космическая полиция представлена породой людей львов с головами льва. Каково ваше мнение? Благодарю вас за ответы и желаю вам качеств яхта вас всем богу. Спасибо. Смотрите, насчет львов вполне возможно, потому что Магелланы в действительности это цари, получившиеся от смешения готов и наших царей. И Магеллан у нас два Магеллановых облака, где собственно говоря, это же готы, где собственно они присутствуют, вы это тоже кошачьи. Так что тут ничего нет удивительного. Если они нам пришли на помощь, в принципе они должны помнить добро. В свое время мы же их тоже спасли, когда у них уничтожили всех царей. Этот Иван царевич пошел к ним царем. Да свершится и сбудется. Благодарю вам за знания. Здоровья вам и знаний. Вас благодарю тоже. Вам тоже знаний. Благодарю вас за интереснейший семинар. Спокойной ночи. Вам тоже спокойной ночи. Благодарю за семинар. Ну что ж, я вас тоже всех благодарю. Ну и спокойной ночи. .